Перед началом главного мероприятия у здания техникума студенты показали своё мастерство владением экскаватором, грейдером. Профессиональное мастерство и оточенные навыки управления крупногабаритной техникой они показывали в исполнении непростых элементов. Один из студентов показал мастер-класс «Как забить гость ковшом». Выполнить тонкую и ювелирную работу, как рассказал студент, получилось с первого раза. Главное – чувствовать масштабы своего железного друга. Здесь нет ничего трудного. Если даётся тренировка, даётся время на тренировки, чтобы почувствовать технику, то есть это надо всё просто чувствовать и тоже должна быть своя внимательность. То есть надо наблюдать, что у техники есть такое свойство, что, например, ты рычаг чуть больше качнул, у тебя уходит дальше. Чуть не дожал, он не дойдёт. То есть надо чувствовать технику, чувствовать, как работает гидравлическая система, полностью надо всё чувствовать. Это нарабатывается со временем и с тренировками. Кроме этого студенты демонстрировали навыки вождения на автомобиле. Проехать змейку, подъехать на малой скорости к балке и сбить её так, чтобы не упали кегли. Чтобы не сбить кегли, нужно побольше тренироваться на малой скорости, подъезжать, чувствовать машину, владеть ей. Далее гости, представители регионального министерства образования, столичной власти и представители техникума посетили музей, где представлены работы и макеты студентов прошлого века. 60 лет назад это было одноэтажное, малоприспособленное для учебного процесса здания. А первые выпускники вспоминают, как учились, жили и строили этот современный корпус. Эти воспоминания не потеряны, а с большой любовью сохранены в музее техникума. Студенты, каждый у нас поступающий, проводят экскурсию. А они сами читают? Нет. Нет, только вы читаете? Быть директором техникума в любые времена было нелегко, но руководство образовательного учреждения достойно справлялось со всеми трудностями. Директор Егор Чистяков поздравил преподавателей, студентов с таким важным и значимым событием для всего коллектива. 60 лет для образовательного учреждения – немалый срок, но я надеюсь, что это только начало пути, и мы не отпустим поднятую планку. Поздравляю со славной датой ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов техникума, наших выпускников. Немалая роль во многих начинаниях по улучшению качества жизни и образования населения принадлежит главе Тувы Владиславу Хавалыгу, правительству региона и министерству образования. К словам поздравления присоединилась министра образования республики Елена Хардикова. На самом деле сегодня в системе образования нашей республики знаковое событие. Наш флагманский техникум отмечает свой юбилей. Примите самые искренние поздравления. Я поздравляю в первую очередь, будут на заставке, которая показана, выведена на экран, «История традиции коллектив». Так вот, в первую очередь, я с этим юбилеем хочу поздравить замечательный коллектив нашего техникума. Далее началась торжественная церемония награждения ведомственными наградами Министерства образования Тувы. Нагрудным знаком почётный наставник была удостоена Ирина Добросоцкая, которая была наставником многих своих выпускников. Своей любимой работе она отдала более 30 лет жизни. Я, конечно, хочу поблагодарить, во-первых, и мое руководство, и директора техникума Чистякова Егора Эдуардовича, потому что за оказанное доверие. И спасибо, конечно, Елене Викторовне Хардиковой за поздравление, за такое достаточно неожиданно. Вот этот нагрудный знак, почётный наставник. Я первая, кто его получил в этом техникуме. Конечно, знаете, огромное спасибо. Огромное спасибо вообще и коллективу, и этому техникуму. Это просто фактически родной дом. Ну, родной дом. Уже половина жизни прошла просто в этом техникуме. Также за значительные успехи в сфере образования и добросовестный труд, почётной грамотой Министерства образования награждена преподаватель физики и информатики Елена Хавалык. В техникуме работает на протяжении 12 лет. Огромная благодарность своему коллективу, директору, администрации техникума, также Министерству образования Елене Викторовне Хардиковой. За все эти годы работы всегда каждый день вкладываешь свои знания, воспитание своих студентов. И за то, что оценивает труд педагога, очень приятно, было неожиданно и очень отрадно. Спасибо всех, значит, поздравляю с юбилеем нашего техникума и дальнейших успехов нам. Каждый год техникум выпускает квалификационных специалистов, которые востребованы на рынке труда в самых разных отраслях. Это дорожники, строители, электрики, экономисты, юристы. Студенты и преподаватели техникума также присоединились к поздравлениям. Я работаю здесь почти 40 лет. Ну, вот, округлил чуть-чуть, с маленьким хвостиком. За это время прошло очень много студентов. Ну, знаете, в среднем по 300 выпускников каждый год. То есть это можно посчитать практически население большого города. 60 – это не окончание жизни. 60 – это рассвет сил для человека. А для техникума, я думаю, это очень молодой, самый лучший техникум по всей у нас республике, с чем я его с юбилеем техникум поздравляю. Это место для многим уже стало вторым домом, потому что многие здесь проводят время не примерно столько же, сколько и дома. Здесь очень хороший коллектив. Про учителей можно сказать много, и однако это может засинуться несколько часов, поэтому скажу кратно. Все учителя добрые, отзывчивые. С некоторыми можно поговорить даже на разные темы, которые не зависят от учебы. Если что-то не так, они с радостью помогут. Большинство учителей здесь даже с юмором. Хотел бы всех поздравить, всех наших студентов Козылского транспортного техникума. Все-таки такой большой юбилей, 60 лет как-никак. Ну и пожелать всего самого наилучшего. Сейчас в техникуме обучается более 1400 человек. Коллектив учебного заведения активно и стремится подготовить конкурентоспособных, востребованных специалистов. За всё время в его стенах подготовлено более 35 тысяч специалистов. Многие закончивших его стали профессионалами с большой буквы, инициаторами масштабных дел и проектов, которые изменили республику. К словам поздравления присоединился и директор филиала управления автомобильных дорог Енисей Владимир Мельников. Уважаемый Егор Эдуардович, уважаемый коллектив Козылского транспортного техникума, уважаемые работники, дорогие наши студенты, будущие коллеги, разрешите пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения профессиональных высот в этот торжественный день, 60-летие Козылского транспортного техникума. Ждём вас к нам на работу для решения поставленных задач Владимиру Владимировичу Путиным и Владиславу Товарищу Таичу. Автодорожный техникум всегда был передовиком-новатором в самых разных направлениях и всегда был заточен на воспитание технорей, геологов, дорожников, инженеров-транспортников, строителей. Здесь хорошая материальная база для практических занятий по специальности раскрытия творческого потенциала ребят.